Гематологическое заболевание в структуре онкологической службы занимает особое положение. Здесь требуются самые высокопрофессиональные специалисты, которых крайне мало, и уникальные препараты, стоимость которых исчисляется зачастую сотнями тысяч рублей. Важен и особый подход к пациентам, которые вынуждены учиться жить со страшным диагнозом. До последнего времени в Волгоградской области стационарное лечение таким больным оказывало единственное в регионе гематологическое отделение в областном онкологическом диспансере, рассчитанное на 40 коек. К открытию отделения на самом деле мы шли долгие годы, потому что у нас регион был в какой-то степени уникальным в том смысле, что существовала многолетняя нехватка коечного фонда для оказания помощи пациентам с опухолевыми заболеваниями, системой кроветворения. Разгрузить областной онкоцентр все же удалось. 1 декабря 2015 в Урском филиале диспансера в результате реорганизации онкологической службы области было открыто еще одно гематологическое отделение на 30 коек. Сейчас в Урском филиале преимущественно отдано лекарственному лечению. Здесь в основном лечатся химиотерапевтические пациенты и открыто гематологическое отделение 30 коечное, где обслуживаются жители города Урского, а также шести прилежащих к ним районов. Это Старый Полтавский, Паласовский район, Ленинский, Среднеохтубинский, Быковский район. Кроме того, в новое отделение на лечение могут направляться и жители Тракторозаводского района Волгограда. И сейчас дополнительные 30 коек, конечно, нам помогают. Мы стали более разгружены и, соответственно, нам легче работать с более ургентными больными. С больными, скажем, с острыми лейкемиями, с острыми лейкозами. С одной стороны, новое отделение явилось глотком свежего воздуха для гематологии областного диспансера, а с другой помогло больным с лимфатическими опухолями, лимфомами не терять в очереди на госпитализацию драгоценное время. Зачастую это дни или даже часы. Поедешь в Волгоград, там почти день теряешь. Очереди очень большие, потому что больных-то очень много. Когда здесь открыли отделение, для нас, для больных, это благо. Я думаю, что отделение, учитывая, что сформировалось недавно, еще оно немножечко уменьшит очередь ожидания пациентов на госпитализацию, на очередной курс, потому что для наших пациентов очень важно соблюдать сроки введения химиотерапии. Важность развития гематологических стационаров обусловлена еще одним обстоятельством. Открытие этого отделения жизненно необходимо. По одной простой причине, что количество больных за последнее время выросло. Выросло объективно. Это продиктовано тем, что стала лучше выявляемость больных, а также стало лучше лечение. Появилась масса препаратов, которые не просто продлевают жизнь, а продлевают ее неограниченно. В силу этого, но, необходим прием препаратов. Кому-то эти препараты позволены принимать амбулаторно, а кому-то необходима госпитализация. Андрей Солодовников знает о тонкостях онкогематологии не понаслышке, поскольку сам уже долгие годы борется с болезнью крови и помогает это делать другим. По словам Андрея, самые тяжелые больные с острым лейкозом из Волжского и близлежащих районов могли бы лечиться в новом отделении, если бы не одно «но». Станция переливания крови в городе Волжского не обеспечивает потребности по тромбоконцентрату. И те больные, которые могли бы получать медицинскую помощь здесь, их, к сожалению, вынуждены направлять непосредственно в Волгоград. Хотелось бы обратить внимание руководства комитета здравоохранения Волгоградской области, а также руководства области на то, чтобы более пристально посмотрели на вопрос обеспечения и работы станции переливания крови. Но, несмотря на эти сложности, новое гематологическое отделение в Волжском филиале онкодиспансера загружено на полную мощность. Для онкослужбы региона это большая победа и предмет гордости, а для пациентов – возможность получить качественную и, немаловажно, своевременную помощь.